Практически каждому человеку, живущему в России, приходила в голову мысль, что уровень жизни в России должен быть на порядок выше. Ведь Россия – самая богатая страна по природным ресурсам. Почему же уровень жизни не такой, как хотелось бы? Да, можно сослаться, что причина тому – коррупция. Коррупция есть и в огромных масштабах. Но чтобы не ходить вокруг да около, наведу на правильную мысль. Деньги, украденные в России, выводятся в офшоры. А офшорные зоны, контролируемые странами НАТО, не выдают и скрывают этих самых коррупционеров. Тем самым создают идеальные условия для коррупции в России. Сегодня мы подготовили вам просто бомбический материал. Вопросы, которые мы будем обсуждать, запрещены в средствах массовой информации. Устраивайтесь поудобнее, потому как вам, думаю, будет очень интересно, как вывозят деньги вагонами. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. 91-й год. Холодная война с Соединенными Штатами, к сожалению, проиграна. В результате этого проигрыша США запускает спецоперацию под условным названием Горбачев. В итоге, по понятным причинам, мы автоматически потеряли суверенитет. Такая страна, как Советский Союз, был разбит на 15 частей управления, некоторые из которых даже имеют воинские контингенты. Например, Прибалтика, Грузия. То есть, внешние системы управления. Это историческое событие, которое происходит с любой страной, которая проиграла войну и попадает в эксплуатируемую зависимость. Другими словами, этому есть определение. Статус колония. Теперь мы обслуживаем страну победителя, выплачивая ей дань, поставляя ей наши ресурсы, ученых, специалистов. В общем, мы выполняем колониальный статус. Исторически таков реализм. Проиграл войну, потерял суверенитет. СССР взяли не оружием, а более изощренным методом. Вот теперь, друзья, давайте разберемся, как все это вот так вот провернулось и работает по сей день. Первое и самое ужасное. Россия платит дань. Как осуществляется выплата дани? Эта технология была отработана еще на индийской колонии. Технология так называемых центральных банков. Они не подчиняются национальным властям, то есть банки государству не принадлежат. Его владелец другая страна. Как это работает в Российской Федерации, да и собственно на Украине, Белоруссии, Казахстане и в других частях СССР. Центральные банки не подчиняются правительству. Выпускают национальную валюту, в данном случае рубль, который никакого отношения к российской экономике не имеет. Вообще никакого. Если мы возьмем, например, российский рубль, посмотрим на него, то здесь нету никаких даже записей о том, что эта бумажка как-то связана с российским государством. Тут есть запись, что этот документ выпускает учреждение под названием Банк России, у которого российское только название. Банк России. Просто он находится на территории Российской Федерации. Даже герб, который вы каждый можете посмотреть на своей бумажке, не российский. А это герб, как в Центральном банке говорят, это наш герб Центрального банка. И он абсолютно такой же, как был герб временного правительства в 17-м году, Керенского. А дальше происходит следующее. Центральный банк, выпустив рубли, покупает на них доллары, евро, фунты-стерлинги на валютных биржах. Автоматически, как только этот рубль что-то купил, доллар или фунт, эта валюта подлежит стерилизации с так называемых международных резервов. Почему стерилизации? Потому что по Конституции, по законодательствам взять из этих резервов эти деньги нельзя. Кроме как на поддержание курса рубля. Но на поддержание курса рубля, это страховая часть резервов. Она составляет не более 10, в критической ситуации 20%. Все остальное является стерилизацией денежной массы, в данном случае долларов, фунтов или же евро. Что это означает? Как только Центральный банк купил этот доллар, направил его в международный резерв, который тоже, кстати, находится в Соединенных Штатах Америки, и вот на этом этапе произошло его списание с мирового экономического баланса. И автоматически Федеральная резервная система выпускает такой же доллар, ничем не обеспеченный, который потом наш Центральный банк опять скупил и опять же стерилизовал. Но при этом, когда он скупает, он выпускает реальные рубли, за которые производится реальная продукция. Природные ресурсы, нефть, газ, разное оборудование. Эта продукция экспортируется, и вот этот доллар, который он изъял из экономического оборота, купив его, он был получен в результате продажи реальных ресурсов. То есть сам доллар – это пустая бумажка, а вот наши ресурсы, на которые он был обменен, они абсолютно реальны. Дальше происходит следующее. Как только ФРС заметила, что из мирового баланса долларов исчез этот доллар, купленный нашим Центральным банком Российской Федерации, замечу или украинским, или другой страной СНГ, автоматически он выпускает новый доллар. И при этом, друзья, при этой сложной схеме произошло наполнение этим долларом американского бюджета. То есть что случилось? Наш Центральный банк купил доллар, и этот доллар тут же попал в американский бюджет и дальше был направлен американским законодательством на социальные программы бюджета Соединенных Штатов Америки. Это первый механизм прямой выплаты дании. Он составляет, объемы его составляют, ну, в некоторых случаях до миллиарда долларов, до миллиардов долларов в день, приблизительно объем этих выплат. Миллиарды долларов в день, приблизительно объем этих выплат. Один миллиард долларов в день. Вот такую дань, друзья, Россия платит Соединенным Штатам и ее союзникам. А Россия, как вы уже поняли, это мы. Мы с вами платим дань Америки с 1991 года. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза, бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего одну шестую часть суши, больше не будет. А есть содружество из 11 независимых государств. Заявили сегодня в Алмате их лидеры. Итак, друзья, теперь мы знаем, что наш Центральный банк – это совсем не наш банк. Статья 75 нашей Конституции – защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Как поступать Центральному банку, решают только зарубежные консалтинговые компании и МВФ. Представляю вашему вниманию законопроект под номером 677-782-6. Это всего лишь краткий список этих консалтинговых компаний. Тут видно, кто за что отвечает. Уму непостижимо, как такое вообще могло случиться. Но, к сожалению, это так, друзья. Практически всеми министерствами руководят американские компании. Но дальше, друзья, еще интереснее. Россия, как колония, запрещено иметь национальный бизнес. Что это означает? Это означает, что в России нет ни одного крупного предпринимателя. Ну, например, возьмите список Forbes из предпринимателей с российскими паспортами. Там 101 человек. Они все являются иностранными предпринимателями. Хотя у них могут быть российские фамилии, и даже у части из них есть российское гражданство. Даже, может быть, у большинства. Но обычно наряду с гражданствами других стран. Но это иностранные предприниматели. Ну, например, возьмем мы Дерибаску. Он гибралтарский предприниматель, владеющий, как гибралтарский предприниматель, заводами в Сибири. И русалами большим количеством предприятий в России. Но при этом это предприятие принадлежит иностранной компании, возможным владельцам, потому что нет документов, подтверждающихся, которые являются, в данном случае, Дерибаска. И это касается всех 101 предпринимателей из списка «Форбс». И вообще-то это касается тысяч предпринимателей крупных, которые, может быть, и в список «Форбс» не попали. Но они все равно обязаны работать по этой технологии. То есть они обязаны уехать за рубеж. И тогда только из зарубежной юрисдикции они могут управлять российским имуществом и заниматься в России бизнесом. То есть Россия, как колония, запрещено иметь национальный, крупный и часть среднего бизнеса. Просто это абсолютный жесткий запрет. Но поскольку этот бизнес существует, он просто иностранная юрисдикция, он собирает в России прибыль, ведет коммерческую и хозяйственную деятельность, и объемы средств, которые он получает от этой деятельности, по американским официальным оценкам, можно посмотреть их, оценки, опубликованные месяца два назад, составляют где-то 500 миллиардов долларов в год. Эти все 500 миллиардов направлены в иностранные компании, как владельцы российского бизнеса. И, следовательно, это тоже можно вполне отнести к технологии, к данным. Соответственно, добавьте еще где-то миллиард долларов в день с небольшим вот на эту технологию. То есть уже возникает где-то мы приходим под 2 миллиарда в день выплаты даний. Государство России не имеет права на своей земле строить заводы, предприятия без иностранного кредитования. Вы можете себе такое представить? Причем это важное условие характерно только для колоний, для суверенных стран, для независимых стран. Таких условий их в принципе не существует. То есть мы берем в кредит под огромный процент, чтобы построить предприятие. Это означает, что в России строится предприятие раз в пять меньше, чем могло бы строиться, если бы эти деньги направлять напрямую. Мало того, Россия обеспечивает Соединенные Штаты трудовыми и научными ресурсами. Вообще Россия в оккупации и потере суверенитета находится уже не в первый раз. По-крупному это уже шестой раз. Про это стоит сделать, конечно же, отдельное видео. Это тоже очень интересно. Оккупант всегда ставил такого рода задачи. Например, Гитлер вывозил с оккупированных территорий так называемые трудовые ресурсы. Таким образом он вывез 4,5 миллиона человек. Так вот США со своими союзниками сумела вывезти как минимум раз в 10 больше. Гитлеровская Германия вывозила силовыми методами, а американцы вывозят методами контрастов. То есть в России они создают безработицу, смешная зарплата и так далее. А у себя в США создают рабочие места с нормальными условиями. Причем немаловажно, что это все работает через агитацию по нашему телевидению. Американская пропаганда. И это неплохо работает. Вы только вдумайтесь, что показывают по нашему телевидению. Жители России загоняют в состояние беспросветного тупика. Мракобесие. Согласитесь, но ведь как-то наши предки сумели за тысячу лет создать самое большое в мире государство к 17-му году. А теперь наше телевидение пропагандирует какой-то маразм. В совокупности всех своих действий оно объясняет, что мы жили в грязи, ходили в лаптях, вылезли из землянок. И что сейчас модно так. И это мы видим каждый день. И что самое ужасное, это смотрят наши с вами дети. Конечно, в такой стране жить не хочется. И в большинстве случаев грамотные люди пытаются покинуть эту страну. Свою страну. В России просто нет рабочих мест, потому что создать инновационный тип экономики нам запрещено просто оккупантам. Соответственно, ученого рабочих мест нет. Он подготовлен вузом, подготовлен первичным научным образованием. Ему единственный вариант поехать за границу. И так и происходит. У нас 90% ученых, которые создаются в России, они уезжают за границу, потому что России для них нет рабочих мест. А рабочих мест нет, потому что их запретил создавать оккупант. И, соответственно, вся американская экономика, особенно в науке, она стоит на колониальных стандартах управления. Потому что 80% ученых Соединенных Штатов Америки – это гастробайтеры. То есть, приехавшие из других стран, в том числе из России. Допустим, Гитлер, как оккупант, ставил задачу о сокращении населения России в пять раз. Это мы все прекрасно помним. Точно так же госсекретарь Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт официально заявляла о пятикратном сокращении населения России. Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло больше полумиллиона детей. Больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это? Я думаю, это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано. То есть, цифры совпадают даже тут. Да что уж там, Маргарет Тэтчер предлагала сократить население России в 10 раз. Это стратегическая линия США на оккупированной территории. Эти люди говорят о том, что нам предстоит не просто стагнация, а нам предстоит качественно новая ситуация с радикальным сменом тренда из движения вверх в движение вниз. И это весьма серьезные люди. Это вовсе не какие-то маргиналы. Единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий, близкий к катастрофическому. Ну, представьте себе, здесь кривая такая условная. Но, по сути, речь идет о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты. К концу века должна снизиться до 2,5-2 или даже 1,5 миллиардов человек. Кандализа Райс в свое время возглавила Институт по изучению Советского Союза, то есть изучала, как работает система власти, кто с кем взаимодействует. Понимаете, что очень трудно, потому что я без практики, и в общественном языке это ужасные поддержки. Это очень трудно для нас. Так вот, специалисты именно этого института организовывали Горбачевский заговор. Ну, понятно, на войне же воюют не только танками и пушками, на войне воюют мозгами. И в этом плане американские мозги и специалисты оказались лучше, это надо признать, и сумели организовать этот Горбачевский заговор. Дальше Горбачев в течение 6 лет занимался тем, что, во-первых, окружил себя дополнительными агентами влияния, кроме себя самого, и сознательно разрушал российское, советское государственное строительство. Мы просто знаем, что в республиках проводили сознательно провокационную политику, этот Горбачевский процесс, который неизвестно зачем исполнил, никто его не просил. Эти республиканские, как бы, движения к суверенитету, которые были подавлены одним с щелчком, это эти соглашения, беловежские соглашения, которые являются липовые, потому что любой юрист понимает, что там никакой значимости юридически эти соглашения не носят. Там туда мог бы зайти участковый просто местный, белорусский, и просто это все прекратить, и всех разогнать, если надо, посадить в обезьянник, чего, собственно говоря, подписанты и боялись. Но Горбачев знал об этом, их прикрывал в этих действиях, то есть по заданию Соединенных Штатов Америки сознательно формировал эту систему провокации и разрушения Советского Союза. Но теперь, друзья, вы понимаете, что тогда, в то время, Горбачеву разрешить проблему сохранения суверенитета Советского Союза не возникало никаких проблем, но он сознательно к этому шел и этим занимался. Союз – это драма моя, так и я, думаю, драма нашего, всего, Содружества Союза. Его указы, которые полностью противоречили Конституции на тот момент, являющиеся фактом предательства, например, указ о ликвидации Советского Союза, в котором он сослался на политическую реальность. Разве так должен был вести себя главнокомандующий, что это вообще за юридический документ, который ссылается на не Конституцию, не на законы, а на какую-то политическую реальность? Что это такое? Выпустил бюллетень для голосования на референдуме, где напрямую говорилось об уничтожении СССР, а не про его сохранение. Причем референдум был проведен по настойчивому требованию самого Горбачева. Или вот, например, его решение о передаче ядерной кнопки, или о разрушении институтов Советского Союза. Из этого всего, друзья, видно, что все эти решения принимал даже не предатель, а в чистом виде агент иностранного государства. Не случайно Горбачев является лауреатом нескольких высших наград Соединенных Штатов Америки. В статусах наград это записано за защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Горбачев получил официальные награды высших Соединенных Штатов Америки в начале 90-х годов. И в 99-м году, например, медаль свободы, это медаль, статус, который вручает президент Соединенных Штатов Америки, это медаль президента. То есть соответствует нашему статусу президентских наград, то есть высших наград Российской Федерации или Советского Союза. И в официальных статусах наград так и написано. За защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Кроме государственных наград, он получил около 30 разных дополнительных высших статусных наград и премий разных мировых. И это обычная процедура чествования своего героя-разведчика, который реализовал свою задачу на оккупированной, ну, на территории врага, проникнув в территорию врага Советский Союз и реализовав эти задачи. Причем, друзья, что самое интересное по законодательству, Горбачев не подлежит ответственности. После того, что он натворил, изменилась, ухудшилась жизнь сотен тысяч людей. И посмотрите, ни одного следственного действия, ни одного уголовного дела произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, ни одного исследования фактов, никаких допросов свидетелей, никаких изучений документов, в общем, ничего. Другими словами, наглядно видно, как победители на оккупированной территории запретили поднимать вопрос 91-го года. Будто магазин закрыли, ключи сдали другим хозяевам и все. Алло. Да, Джордж, дорогой, приветствую. Я вот хочу начать сначала с приятного и поздравить вас с Рождеством и Барбару, всю семью. Я сейчас, вот у меня на столе лежит указ президента СССР. Сейчас, вот у меня на столе лежит указ президента СССР. Ты можешь спокойно провести рождественский... Таким образом, я довожу процесс до его завершения в конституционных рамках. И все остается и будет оставаться под очень строгим контролем. Беловежские соглашения, которые вообще ничего не значат, раскручиваются как фактор ликвидации Советского Союза. А решения высших органов власти, съезда, в котором была специальная группа проамериканская, межрегиональная, Горбачева указа о ликвидации, они вообще не упоминаются. Вот я вот смотрю фильмы официальные этого периода, там вообще не упоминаются многочисленные документы о ликвидации Советского Союза, подготовленные, подписанные, организованные Горбачевым и его окружением. Там же он собрал целую команду вокруг себя агентов. Влияние там, тот же Яковлев, многие другие. То есть идет сознательное искажение фактов 91-го года. Граждане России не знают и Украины, и остальных, как ликвидировался Советский Союз. Чтобы мы это узнали, надо возбудить уголовное дело по катастрофе, поднять материалы этого уголовного дела и в рамках исследования этих событий ответить, кто чего я сделал, где что произошло, и кто в этом виноват, раз произошла катастрофа. Кто за это отвечает, кто нарушил какие законы. Этого сделано не было, а с этого надо начинать. А вот теперь очень интересные факты, которые находятся под жесткой цензурой Российской Федерации. Хотя свидетельств этому сотни тысяч людей, но, повторюсь, говорить об этом в СМИ запрещено. Все российское государство создавалось американскими советниками. Правительство Гайдара являлось правительством просто прикрытия. То есть правительство Гайдара осуществляло функцию визирования документов, которые готовили американские советники в соседних кабинетах. Просто они не хотели сами подписывать эти бумаги. Поэтому они взяли на работу Гайдара, его правительство, чтобы те брали бумаги, переводили с английского к закону русский и визировали в качестве своих документов. В правительстве работает около 1200 иностранных советников. Я опубликовал материалы по итогам анализа. Называлась она «Черная приватизация», где я пофамильно привожу более 20 фамилий кадровых разведчиков. Вот из этих советников привезли Чубайса и Гайдара. Они работали в их ведомстве. И не все законы, все указы, которые Ельцин и Гайдар принимали, я же в члене правительства был, я помню, привозят на английском языке, а потом сидят там срочно, переводят, 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 и в 12 часов, в час ночи нас собирают. Мы еще не успеем не прочитать ничего. Еще горячие все страницы. Да еще перевод как грубо сделан, неудачно. Знаете, как не по-русски. Все оттуда и сидит. Джеффри Сакс при Ельцине сидел, главный экономический советник. Через него это приходило, он давал, переводили на русский и давали. Вот что они делали. А что они для российских, для граждан, что ли? Ну, допустим, воспоминания министра имуществ Полежаева. Вы можете посмотреть, есть его ролики в интернете. В 1995 году он, будучи губернатором Амурской области, был назначен министром имуществ, вице-премьером российского правительства. Ельцин назначен. В моей отставке больше всего были заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Что интересно. Дело в том, что бюрократическая машина России, вероятно, как и бюрократическая машина всех остальных стран мира, очень непоследовательная и очень плохо работающая. Я, как вице-премьер правительства России, должен был знакомиться с совершенно секретной перепиской наших дипломатических представителей за рубежом. То есть мне приносили утром письмо посла России в Америке, Воронцов, тогда был. Где он, так сказать, описывая ситуацию, оно адресовалось МИДу и Ельцину, президенту. Он требовал от имени американского народа немедленного увольнения Поливанова, который, так сказать, тормозит темпы приватизации, пытается ее, так сказать, сделать более медленной, более нормальной. Американцам это категорически не нравится. Он сообщал также, что для этой цели в Женеву выезжает госсекретарь США Кристофер и требовал, именно требовал, от Ельцина направить туда министра иностранных дел Козырева. Что и было в январе 1995 года сделано, где было принято решение о моей отставке. Я перед отставкой встречался с Ельциным, он достаточно хорошо ко мне относился. И он сказал, понимаешь, ничего не могу сделать, такое давление оказали. А тут еще, говорит, фонд в Давосе нам кредит брать, требует вашей отставки, поэтому поработайте заместителем начальника контрольного управления президента, а там видно будет. То есть олигархи наверняка были, но олигархи здесь не играли главной роли. Главную роль сыграло правительство США. И он пришел в министерство. В министерстве сидели везде американские советники, которые раздавали имущество Советского Союза, не просто министерство управляющее. Оно осуществляло раздачу имущества. То есть все имущество СССР, Россия, которая его получила, раздавались определенным людям, которых позже назвали олигархами. По какому-то определенному списку подготовленными американскими советниками, как мы сейчас видим. То есть это не просто приватизация первая. Это в юридическом терминологии называется репарацией. То есть на оккупированной территории все имущество передается победителю. То, которое его интересует. Половина имущества СССР была через механизм репараций, она уже приватизацией передана подставным лицам, которые перевели это имущество в иностранную юрисдикцию. То есть все 100% объектов приватизации имущества в Российской Федерации в 90-х годах ушли в иностранную юрисдикцию и до сих пор там находятся. То есть с точки зрения формальной, это не приватизация. Это вывоз имущества или прав на имущество, если точнее, на оккупированной территории. Осуществляли это прямые специалисты американские, которые работали в том числе в этом министерстве. Вот он рассказывает министрам 95-го года. Он пришел в министерство и его пустили только в его кабинет. Ему приносили бумаги и сказали, подписывай вот здесь и здесь. Он сказал, я не хочу подписываться, я хочу разобраться, с какой стати вы мне тут приносите американские бумаги. И тогда его замы начали подписывать бумаги без него, в нарушение всех регламентов. А его просто не пускали в министерство физически. Потому что охрана министерства была тоже американская. И в министерстве сидели американские советники. Он в течение месяца пытался сменить охрану, сменил на милицейскую. Тогда он смог попасть в министерство. Там еще американские советники заперли в своих помещениях. И там несколько ночи или сколько-то сжигли бумаги. Ну то есть тоже он еще внутри с ними боролся после того, как в министерство попал. Но в результате этого все это закончилось тем, что Соединенные Штаты прислали официальное письмо Ельцину, в котором написали, с какой стати ваш министр мешает нам, управляет Российской Федерацией, просим его уволить. И Ельцин его уволил через два месяца после назначения. И уже новый министр ни с кем спорить не стал. Спокойно получал свою пайку, ездил на машине с мигалкой и удовлетворялся жизнью, не пытаясь что-то изменить. И это касается всех министерств Российской Федерации. То есть вся российское государство и украинское, и остальные, создавались не просто американскими, а для цели эксплуатации российской территории Соединенных Штатов Америки. Далее, с 1996 года, американцами была сформирована олигархическая система управления. Как работала эта система? Так называемое политбюро, куда входили олигархи, естественно, с российским гражданством, с русскими фамилиями, или нет, скорее, с русскими именами, а вот фамилии у них были еврейские. То есть их имущество все за рубежом, они полностью находятся в зарубежной юрисдикции, они являются агентами США, управляемые и контролируемые, потому как все имущество их находится за границей. Вот им доверили управлять территорией Российской Федерации. Для этого им передали в управление весь государственный аппарат. У всех серьезные должности, министры, замминистры, директора самых крупных госкомпаний. То есть они все отвечали, каждый, за свое направление. Я, например, работал в конце 90-х минатами, за минатом отвечал Абрамович. Соответственно, он осуществлял кадровый контроль, кадровое назначение. И это было во всех министерствах. Напоминаю, олигархи это Абрамович, Смоленский, Ходорковский и так далее. Но список все могут найти. Вот система управления была такова, что чиновники отчитывались своему олигарху или его назначенным лицам обо всем, что они делают. Фактически, они работали, вся система российского государства работала через олигархов на американцев, но при этом, естественно, коррупционные на самих олигархов тоже. То есть где-то половину дохода они брали себе, вторую половину они усилия направляли на решение задач Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому уровень жизни тогда у России был просто чудовищно низкий, потому что фактически было тотальное разграбление страны, которое бывает после вторжения иностранных войск. Действительно ли происходит перераспределение материальных ресурсов? Нормально это или ненормально? На мой взгляд, это нормальный процесс. Антимонопольный комитет эту сделку проверил, насколько я это знаю, и выдал заключение, что вопросов нет. Еще интересный факт, на который не обращают внимания. На всей территории оккупированной России поменялась вся терминология. Помните, как еще Задорнову не нравилось, что население употребляет много нерусских слов, терминов, появились какие-то муниципалитеты, мэры. Сама должность президент это не российская терминология. В России такого названия никогда не было. Ну ладно, название, бог с ним, но тут тоже интересно, смотрите, если сравнить полномочия и все возможности президента РФ с должностями советских руководителей. Тут открываются интересные факты. Можете поставить на паузу, чтобы рассмотреть все поподробнее. Там видно, что наш президент уступает даже председателю правительства. Статьи 15, 17, 18. В свободное время рекомендую вам их почитать. Если коротко, то суть в том, что согласно Конституции, власть России идет извне, а наш президент просто координирует исполнение всех указаний. Откуда? Извне. Мадлен Олбрайт, госсекретарь Соединенных Штатов, отвечала в то время за управление оккупированных территорий. Говорила о том, что российские природные ресурсы не должны принадлежать России. Естественно, указания госсекретаря Америки для России являются обязательными. В том числе и для российских властей. Как системой в соответствии с ее указаниями тут же партия «Яблоко» явлинский болдарев Лукин внесла закон, в котором российские недра были из российской юрисдикции выведены и напрямую стали подчиняться иностранному государству. Другими словами, друзья, все то, чем славится Россия это нефть, газ, лес, металлы по закону официально не являются российскими. Госдума и Ельцин в то время приняли вот такой закон. Назвался закон «Соглашение о разделе продукции». Можете найти его в интернете, почитать весь этот ужас. Конкретнее 264 крупных объекта не принадлежали по этому закону России, а напрямую управлялись американскими, английскими и французскими компаниями. Так мы работали, как американская колония, американо-европейская, в течение практически всех двух десятилетий. Поэтому, чего удивляться, если у нас денежная база сформирована на 80% под иностранные кредиты и инвестиции, под иностранные деньги, то и экономика идет туда, откуда приходят деньги. Итак, идем дальше. По Конституции РФ, написанной и принятой по команде Соединенных Штатах в 1993 году, в Российской Федерации запрещена национальная идеология, то есть российская идеология не может быть поддержана государством. Вся идеология в стране может быть поддержана или не поддержана, соответственно, только иностранными государствами. В России на сегодняшний день существует специальная оккупационная идеология, на которую выделяет деньги Конгресс Соединенных Штатов Америки в бюджете. На чем она стоит? Ну, первое, обслуживание иностранного государства. То есть цель российского государства и вообще российского народа улучшить жизнь народа американского за счет снижения своих возможностей и своего уровня жизни. Нам предлагают идеологию золотого тельца, идеологию разврата, идеологию неспособности жителей России решать проблемы своего государства. Далее, министерство образования. Это министерство заполнено агентами США практически по максимуму. Это министерство, которое традиционно занимается обеспечением поставок дань в Соединенные Штаты. Ученых, детей, специалистов, молодежи, которые, соответственно, и принимают системы и законы, направленные на обеспечение работы из Соединенных Штатов. Именно поэтому из этого министерства уходит единый госэкзамен для цели подготовки российского трудового рынка для использования союзниками США в Европе и самими Соединенными Штатами. Законные и ювенальные институции для цели увеличения изъятия детей из семей для цели экспорта в США, с одной стороны, на дань, а с другой стороны, для того, чтобы изменить код российских семей, тем самым, ликвидировав генетический код вообще русского человека, российского культурного человека. Ситуация в образовательной сфере также ужасающая. Американцы запретили выпускать российские учебники. Допустим, учебники истории. Все учебники истории, а их примерно 600, которые зарегистрированы в Министерстве образования ранее, они все были написаны на американские гранты под их заказ и, как вы думаете, с какой целью? Правильно изменить нашу с вами историю. Учебники истории – это воспитание наших с вами детей. И, соответственно, если туда закладывать одно вранье, ведь всем известно, что человек без истории, без истории своей страны, без родины, без флага, каким впоследствии становится этот человек? Это очень важный элемент, и поэтому американцы уделяют очень много внимания этим учебникам истории. Итак, друзья, подведем итог. Как вы уже поняли, мы живем на оккупированной территории. Контроль практически над всем. Идеология, Средства массовой информации, Информационная среда, Телевидение, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство строительства, Министерство транспорта, Министерство экономического развития, Федеральная антимонопольная служба, Министерство промышленности и так далее и тому подобное. Список действительно длинный. Таким образом, Горбачев со своей командой всего за шесть лет уничтожил одну из самых сильных сверхдержав в мировой истории. С тех пор Россия платит дань Соединенным Штатам Америки один, а то и два миллиарда долларов в день. Субтитры создавал DimaTorzok